Друзья, сегодня я буду рассказывать про свой любимый автомобиль. Наконец-то он появился у нас. Родитель 242-й Volvo. Volvo 142 1969 года. Это тот автомобиль, на котором я хотел бы ездить, который грел бы мне душу. И я сегодня расскажу о нем. Поехали! Итак, автомобиль Volvo 142 выпускался с 1967 по 1974 год. И казалось бы, что этот автомобиль пошел после Volvo 164. Но это не так. Они выпускались примерно в одно время. И мы можем наблюдать похожие элементы. Бампер, круглые фары, ручки на дверях хромированные, задние фонарики. Фонари похожи с Volvo 164. Данный экземпляр – американка. У Volvo 142 и 142-й американки есть отличия. Такие, как дополнительные повторители сбоку на крыльях. Даже расскажу вам по секрету. Американские крылья, как мне сказал владелец автомобиля, на американках шли немного другие. Когда этот автомобиль реставрировали, приобрели крылья от европейской версии. Открасили крылья, начали устанавливать – не то. Немного другой закат. Вот такие тонкости бывают на автомобилях. Итак, почему же этот автомобиль мне нравится больше всего из всех моделей Volvo? 164-й, P1800 – понятно, прекрасные, изумительные автомобили. Но они совсем прям… невозможно на них ездить. Их хочется поставить в закрытое помещение, в теплое, раз в полгода полировать и не ездить на этих автомобилях. А вот, как мне видится, на 142-й Volvo передвигаться возможно. Она более обыкновенная, у нее нет огромной решетки радиатора, как у 164-й, или огромных жабр-плавников, как у P1800. Она более, скажем так, простая, да, напоминает 240-ю. Так вот, что мне нравится больше в сотках, в 142-х и в 144-х? Вот эти вот тонкие молдинги. Да, у 244-х сначала ставились такие же. Ручка. Ручка. Наружная ручка, за которой можно взяться, очень приятная. Зеркала. Очень тонкие, уточенные зеркала. Просто это произведение искусства. Посмотрите на это зеркало. От него глаз не хочется отрывать. Форточки. Вот таких форточек у 240-й нет. Откидные форточки. Просто прелесть. Тонкий спицевый руль. Все очень утонченно. Бампера. Вот у 240-х, 70-х, пошли бампера огромные такие. И стали их делать с целью безопасности. Алюминия сантиметров 20 и резинки еще сантиметровые. Все-таки это достаточно нелепо смотрелось. Фонари. Фонари достались, ну, или 164-й от нее, или ей от 164-й, не знаю. Но фонари очень элегантно смотрятся. То есть машина элегантная. И что добавляет дополнительного шарма, конечно, это две двери. Но все-таки это купе. Купе. Прекрасное, изумительное красное купе. Двигаемся дальше. Немного о передней части, о морде. Рестайлинг был у этого автомобиля в единственном 1974 году. Вот здесь были поворотники. Не в нижней части, а на крыле. Также была еще одна особенность, очень интересная, о которой я сегодня узнал. Вот эта решетка радиатора стандартная. А можно было установить аксессуар. Да-да, в то время вы могли снять вот эту решетку радиатора и установить отдельно очки под фары и отдельную решетку радиатора. То есть не так панелью в сборе, как на этом автомобиле. То есть некий такой произвести тюнинг автомобилю в 60-е годы. Вот это салон. Вот это да. Здесь ты себя ощущаешь в 60-х. Ну, в начале 70-х. Не так важно. Тонкий спицевый руль. Тонкая торпеда. Консоли как таковой нет. Обратите внимание, в каком состоянии салон. Владелец автомобиля позаботился о перешивке. Как торпеды, так и вот этой консольки небольшой. Ах, друзья, чувствую себя прям в такую-то еще погоду. Вот эти форточки, конечно же, добавляют определенно шарма. Переносят тебя в ту эпоху. Зеркала, про которые я говорил. Все утонченное, все тонко. Ручечка, за которую должен держаться пассажир. Пепельница, по всей видимости. Смотрите вот на эту. Не магнитолу, а радио. Правильнее сказать так. Панель прибора. Кстати, на данном автомобиле установлена коробка автомат. Трехступенчатая. Такая же, как на P1800. Стеклоподъемники, конечно же, механические. Хотя, в свое время мы восстанавливали 164-ю Volvo 67-го года. Там были электрические стеклоподъемники. И управление было на передней панели. Ну, там был еще и кондиционер, который был установлен в багажнике. Но мы сейчас не 164-й, мы сейчас А142-й. Друзья, я просто, просто счастлив. Счастлив так же, как в тот день, когда снимал 1800-ю. Потолок. Потолок тоже переносит в то время. Нежный, белесый потолок. Ремни безопасности. Ремни безопасности мне жутко напоминают P1800-ю. В общем, не знаю, где он здесь. И как он работает. Как-то работает. Вставляется он вот в эту застежку. И вот у 1800-й была такая же. А какой здесь прекрасный ковер. Ох, какой же он красивый. Он такого, как сказать, не бордового, не красного, да? Очень интересного цвета, приятного. Цвета того времени, я бы так выразился. О, а здесь, видимо, предохранители. А вы посмотрите, какие. А те еще. На самом деле, эти предохранители перешли и в 240-й Вольво. И до 93-го года устанавливались. В общем, друзья, превосходный автомобиль. Мое мнение не поменялось. Я бы хотел ездить на таком именно автомобиле. Не больше, не меньше. Вот с такими прекрасными Вольвовскими часами. Вот с таким прекрасным задним диваном. И здесь нету третьей, четвертой двери. Здесь сплошной задний диван. Вы посмотрите, какая красота. Немного о двигателях и о трансмиссии. Двигателя на этот автомобиль устанавливались такие же, как на 164-х и 1800-х Вольво. Однокарбюраторные, двухкарбюраторные и на последних версиях впрысковые инжекторные. Трансмиссии то же самое. Трехступенчатые, с овердрайвом были версии. И автомат трехступенчатый. Друзья, моя душа сегодня поет. Наконец-то я побывал в 142-й Вольво. Посидел внутри. Буду стремиться к ее приобретению. Если кто-то из вас продает такой автомобиль, дайте знать. Я первый в очереди. Надеюсь, вам этот ролик был интересен. Ставьте лайки. Пишите, о чем рассказать вам еще. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok